добрый вечер ну первый вопрос он очевидный почему теннис насколько я понимаю сперва ведь был футбол потом была какая-то травма в детстве и мама решила что шамиль будет теннисистом правильно во-первых первый был хоккей с мячом так потом футбол и получив травму действительно что за травма на гандаре связок или до стопа мама запретила играть футбол я пошел в секцию на стадион пионеров теннис очень рано то есть секцию мне оставили потому что я больше всех набила в стенку мяч так но ты очень рано выполнил норму взрослого первого разряда в 14 лет начались сборы еще параллельно играл футбол и теннис некоторое время но в силу того что в теннисе больше было приятных моментов и результатов остался в теннис я знаю что папа был джигит кавалерист лодочник да а мама интересовалась спортом нет вообще не отец него мы не интересовались спортом ну как же они попал вам занимался занимался но это в армии после армии абсолютно равнодушных были к спорту но когда я начал играть футбол играл параллельно за три завода он на все матчи приходил потому что футбол любовь и сейчас футбол осталось и я все-таки по собственным ощущениям на первое место и доставил футбол а сестра эльвира как интересовался эльмира 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 да извините она очень короткое время играла в теннис пробовала пошла все таки по пути учебы закончила московский авиационный институт и поэтому ну как бы не втянулась в процесс спортивный но она следит допустим за вот новостями из мира тенниса то есть тем что старший брат не с вами нам номер один несомненно и когда то есть сходили на практически на все теннисные матчи которые в которых участвовал в москве но это в основном международный августовский турнир такой был который в сочи который выиграл первый молодежный международный турнир то есть но втянулись потихоньку мне интересно вы были когда-нибудь как это называется деревья татарские юнки нет неправильно дать юник тат юник откуда откуда ваши родители вы там были сами когда я каждый год там было там есть какая-нибудь мемориальная доска ну зачем же я жив еще где там кстати вот там школа саранске она названа именем но пока жив слово имя не ставится а просто школа торпичево на я насколько понимаю в армии тоже да в теннис играет спортивный рот у вас было или нет вот что что за история с армией это насколько очень удачно с каким-то генералом поиграли но эта история богатая у меня очень много таких ну я я ваш разговор с алины каваева слышал хотел бы вот я попал при окончании института к солевка это физкультурный институт попал под распределение расширение десантных войск после вот событий в чехии в чехословакии и реально была ситуация что мне позвонил я в труде играл на шахтере в сокольниках общество труд тогда был ну жил в районе динамо тренировался на динамо и на стадионе пионеров там школа была одна сильнейших наверно в советском союзе и как-то позвонил старший тренер цска корбута еврей владимирович и попросил не спросил не могу ли я с гречка поиграть то есть а маршал был тогда кем он уже был министерство обороны возглавлял а ты был министром да и но как я говорю ну так как цисковцы все были на сборах значит такое предложение поступило мне конечно могу поиграл с ним в теннис андреан антонович и он говорит приезжай в пятницу ему понравилось я говорю но не могу товарищ маршал как так я говорю ну по вашему приказу он должен ехать валитус прыгать с парашюта по распределению после вуза ну вот он говорил приезжай кому сказал но я приехал он говорит тебе повезло твои документы не успели отправить будешь служить здесь вы два года просто играли 44 почему 4 не отпускали за играл да ну как это не было насильственно то есть армия закончилась мне предложили остаться я еще на пару лет задержался в армии сам не пропустили строевой ничего не было или все-таки я ну было но это так редко было в основном дежурство по центральному спортивному клубу армии приходилось одевать форму много тоже случаев было когда кого-то забирали спортсменов приходилось ездить выручать их крышевать тем более там же была спорт рота цисковская внутри цска где жили хоккеисты поэтому приходилось тоже следить за поле кашников разобрали хотя бы раз заказали сейчас сможете сейчас наверное нет больше с другим оружием приходилось сталкиваться потому что когда я работал в кремле советникова борис николаевича ну два-три раза выходил в неделю но два раза в среднем в арсенале там стреляли из всех видов оружия тренировались а под играть с министром все-таки ну давайте называть вещи своими нами по-честному ну это же поддавки ну вот у министры есть но игры же другая задача нет нет все вы понимали что здесь результат не главное надо то есть для них что для генералитета причем гречка в то время сделала обязательную подготовку генералитета на площадках центрального спортивного клуба армии то есть не физподготовки так сказать то есть до работы все рассыпались по разным объектам кто баскетбол кто волейбол и там это было как бы в норме ну вот а играли как правило задачи же таких игр это релаксация то есть отключение от заботы на работе почему ельцин играл в теннис он горел сами для меня в теннисе отдыхает голова забываешься но ты один на один с мячом надо хочешь не хочешь надо бежать поэтому с этой позиции теннисом такой реально забываешь все переключение все равно как ты держишь в голове потому что вот такой вещи взять и в лицо попасть президенту или министру это же был случай такой с гречка как попали в лицо нет я надо играл в пару с коротком борей против генералов кстати говоря приходили играть это маршал артиллерии лилюшенко он приходил на корты гай шамиль я сейчас разомнусь шел играл 30 минут на пианино а потом выходил на корт руки разминат ну вот традицию старший вишневский известный играл в теннис но многие играли и вот мы когда вышли играть против гречка был такой случай когда был косой мяч со стороны генералитета и боря коротков тогда достает косой мяч и бьет и попадает в живот гречка всего разма да и выскочила два офицера скрутила его на корты гречка и что не понимаете что это игра и к чести его что после этого на корт приезжали только люди в штатском такие казусы бывают кстати был удивлен узнав что в теннисе такие же вещи практиковались как как в балете когда там знаете гаде друг другу что вы там шутили достаточно зло друг над другом там струны мылом это гораздо конечно этого за 14-15 лет тогда приколы такие дело в том что когда перед соревнованиями или во время тренировок это последствий не имела потому что интересно было как она натягивает ракету определенные килограммы струны если а тогда играли жильными струнами они стоили как сейчас помню 459 и они были редкостью но они быстро это жилы коровьи и но они были такого качества что хватало но при хорошей игре может на один матч не хватить упор но если они боялись влаги но если ты брал и мочил струны водой и быстро клал на солнце то натяжка становилась бетонной то есть играть ей было невозможно очень жестко то есть быстро высыхало и струны приобретали такое качество но например это сейчас жила делает допустим на одну ракетку на 1 на один комплект 12 метров струн идет две с половиной коровы чтобы произвести один комплекс представляете что люди имеют контракты там по тысячи комплектов в год потому что струны надаль например играет в матче может использовать 5-7 натяжек за одну игру ну приблизительно две с половиной тысячи коров на тысячи комплектов а у нас умеет делать и ракет у нас не делаем но в советском корове есть у нас где но это так слово реальность это вообще трудоемко потому что у нас и лыжи не делают обычные лыжи и теннис это одна фабрика делает теннисные ракетки тем более технологии такие что сейчас ракеты делают под стиль игры поэтому искусство выбрать ракету и какой ракеты играть это тоже искусство потому что реально вот сейчас мы заканчиваем книгу делать по выбору ракеты по ракетам и струнам вот она получилась 180 страниц только по выбору ракет и как натягивать поэтому это своего рода такое можно со скрипкой сравнить у вас запомнил семь или восемь же книг есть 1717 начни все они просто википедии 8 вы все время с одними теми же с авторами работаете ли я сразу меня меняется командно зависимости есть же методически технически есть и художественные такие как вот по книге четырех томник мы будем говорить так по турнирам большого шлема отдельные истории поэтому разная абсолютно все про все все про теннис только да ну да любимая работа их обе совпадает а мемуары мемуары есть 1 2008 том целый первый сет называется вода это воспоминаниями и вот на следующий год выйдет еще том может быть даже 2 а многом приходится умалчивать но я так умалчиваю все между строчек можно читать но все время люди гадают кто там имелся ввиду кто там ваши были достаточно драматические эпизоды биография помню может быть это кстати даже отрывок из книги где-то увлекался что вы были в германии по моему когда вам раздался звонок стали что он срочно надо выезжать из гостей наше вас вас убьют до 96 там период времени был тяжелый где-то за 184 дня у меня все это тоже расписано пришлось поменять 23 страны ездил по соревнованиям когда была угроза так жизни может мягко сказать я начал писать только потому что думаю что то должно остаться как переживали ваши близкие или вы не делились я редко появлялся в москве но был так как всем мог был в москве только тогда когда надо за редким исключением а так ездил по 30 турниру но было сложно но все закончилось когда я неожиданно появился на новогоднем 97 году на новый год в кремле и примаков вы же без приглашения туда просто пошли то есть охрана даже не спрашивала меня все пропускать узнавали и вообще у меня билет ничего не было он набрался наглости пошел но я не чувствовал себя виноватым поэтому вошел когда в зал все оторопили но примаков увидел меня подошел обнял горит шамиль чем тебе помочь то что вы сделали уже помогать не надо просто то что подорожил сушки до знания он обнял поцеловал то есть приятно было но это правило что вы были в этом примаковском списке знаменитым там среди ну в таком нерасстрельным скажем так но людей нежелательных примаковского как раз не был никогда и примаков ко мне очень здорово относился я с ним и до тенниса поддерживал связь но то есть до работы в кремле поэтому там никаких проблем а сэрбор из-за чего был то есть какого рода были обвинения это коррупционного характера обвинения не было никаких вообще я думаю что это все происки березовского то есть борис абрамович вы не наладили отношения не контактировать вот про близких я спросил вы в 39 лет женились это очень поздно особенно вот ну для нас для советских людей мы тут почему так очень долго выбирали планка высокая в чем нет ну вообще для тенниса это нормально потому что я вообще старшим тренером стал 25 лет все зоны была старше меня и поэтому с этой позиции разъезда очень много было и но если профессиональный теннисист играет 34 36 недель соревнований в году то поэтому это обычно что работа а потом у меня жизнь такая что спрессованная что наверно за это время я прожил три или четыре жизни поэтому тут сложно было слишком много впервые на корте увидели да нет нет я познакомился в кишиневе но в принципе тоже играла в теннис ну так как сложилось сейчас не общаетесь совсем нет потерял даже не знаю где она да из и сыновья не общаются лет десять уже сыновья хорошо играют да но младший мастер спорта старший до 14 лет вообще очень много выиграл потом сломал руку локтевого сустава год на реабилитации было и как-то отбила охоту игры кстати 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 эти не очень хорошие годы для меня в девяносто так старший мог играть очень прилично он быстрый и выносливый а филипп но филипп большим развиваться в учебу но он высокий и реально ну я считаю что играет хорошо но как-то больше любит тренироваться чем участвовать к эти выбор имени младшего зовут совсем не татарское имя-то филипп кто кто придумал из кого назвал называл я младшего называл жена жена у жены-ка по-моему греческие какие-то корни до филипп это карасиде дядя был еще начальник циска был а ну то есть у него тоже такая династийная спортивная относительно а вот был вопрос насчет того как играть с министром а вы когда вот были в ранге министра и с вами играли вы иногда понимали что вам поддаются на на корте тяжело мне было поддаваться потому что я играл я единственный профессионал который играл против непрофессионалов но я же паре играл с борисом николаевичем а с той стороны в основном любители единственный матч был у нас сложный и про профессионально сложный это южной кореи когда против президента родовой играли я играл с борисом николаевичем он играл со своим министром но там вот тот как берег был в то есть все службы у него по подчинению и я когда вышел на развилку я понял что тот такой же профессионал как и я надо было играть на результат вот единственный матч который так был не ради удовольствия принципиальный на победу с ельцином насколько я знаю вы познакомились юрмули это была совершенно случайная встреча да но до этого я один раз видел его в москве когда мы знакомы не магазинам не были знаком познакомились 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 случайно на футболе мяч отлетел на пляже отлетел к воде столкнулся просто вот мы в первой часть у нас условно говоря такая семейная получилось во второй части поговорим больше про политику отталкиваясь итак про политику спорт эта политика в нынешнем спорт вне политики но все время в тянула по нишу поэтому такое но спорт наверное это одна из сейчас из главных объединяющих усилий в плане вот налаживание контактов потому что на корте кстати говоря тройновский когда он вон был он под наши приезды в америку устраивал все время какие-то переговоры на лужайке потому что в трусах и байки все равны и там нет ни консерваторов либералов кстати говоря очень любил в теннис и даже в свое время в те времена в советские он подарил машину волга ольге морозову знак вот признательности что мы много делали для создания дипломатических контактов я вот так сказать вот все эти скандалы недавние с допингами там смельдонием это политика или кафельников прав это действительно наши грешат но изначально нельзя сказать политикой но это превратилось политику и выгодно но здесь как бы я много не могу говорить по уставу международного комитета нельзя говорить так пока как бы нет решения есть такой поэтому ко мне могут придраться по любому поводу что я могу сказать конечно много но я думаю что время наступит когда-то это обсудить более подробно но реально конечно много она на словах то есть кафельников не прав но частично потому что ну можно по-разному рассуждать но есть львиные доли и проблем которые мы сами себе создать ну вот смельдонием эта история она высосан из пальца или это действительно такое средство которое помогает спортсмену мобилизоваться и ну миллион или мельдранат как я кстати говоря с кировом липманом производителем вчера только разговаривал по пельдранату значит я кстати говоря когда начались события с мельдонием то первый я кому позвонил это кроме который придумал этот препарат я говорю я предстоялся я говорю президент федерации он как ты чего обалдел что ли я тебя всю жизнь знаю по сбору в юрбале но я не мог как бы сопоставить я полетел к нему там меня уже ждали полетели куда в ригу в ригу он значит сидел уже и ждал меня с президента федерации тенниса латвии советский юрис они оказывается друзья и бизнес вместе имеют и выборы сидели полночи обсуждают препараты употребляемый льдоний кстати говоря после всех этих событий когда я пришел к врачу мне мельдранат прописали но реально это препарат больше надо рассматривать как защита организма спортсменов и реальность его была в том и есть что при больших нагрузках выделяется лактат если пьешь мельдранат то а лактат блокирует сердечную мышцу семья пьешь мельдранат то он как бы действует на лактат и не блокирует это все очень сложно вы проще сказать шарапова по заслугам получила дисквалификацию или нет виноваты ее менеджер американцы шарапова не пострадала от мельдраната она нарушила правила игры нарушил каким образом эта ошибка ее менеджмента я там общался с ней с ними с кто ее окружают наверное чуть ли не каждый день но много вообще было приписано то есть поступило запрещение приеме мельдраната после бакинских игр и европейских потому что 15 процентов спортсменов принимали этот препарат это вызвало подозрение ну вот и вода по уставу имеет право запретить этот препарат то есть они ну нас сразу начали говорить что допинг но изначально он выглядел как запрещенный препарат и было предписано что после такого-то числа после 1 января по нельзя его при них применять те кто принимал до этого и было раскручено и же всех допустили почему потому что когда препарат проверили двух лабораторий западных то ну наши считают что или наши проверив его считают что он может показывать в организме до его можно найти до двух лет западники выдали до 6 месяцев и если бы она после 1 января не принимал то она играла то есть она получила уведомление два письма стал отдавал его своему менеджеру который их просто не читал и и соответственно она нарушила правила игры еще американцы сказали ну это у американцев крови наверное ты сознаете а потом доказывает то есть она сказала что принимала после 1 января это послужило поводом чтобы ее дискомфицировать если бы не прозевали этот момент она бы играла так как и все кому разрешили играть почему потому что он следы от него имеется в организме очень долго если мы там говорим про про теннис и про употребление там разных веществ когда вот борис николаевич как вот он играл в теннис будучи в общем то на самом деле ну давайте называть вещи с именами любителем спиртного таким вот чеком который вы так не усугубляйте потому что не скажу но любители любитель но он всегда был в порядке и с позиции тенниса он во первых он наложился всегда очень рано спать старался я вставал очень рано и утром занимался документами а потом шел играть это как бы была традиция у него среднем было где-то восемь встреч в день расписанных по полчаса и мы играли два раза в день 7 утра два раза в неделю в семью как долго но это зависело но в принципе не менее час не менее часа но зависело просто тренируемся или пару играем это немного но она любила играть до работу кто с ним поссорил мы с ним очень историю ссорились вы не были попали убрать не это я попал просто период времени я никогда попали не был я попал период времени когда у него несколько инфарктов и там конечно все делали чтобы меня не допустить потому что но когда первый был инфаркт он лежал в клинике тогда коршаков барсуков и я приехали в клинику опускали в палату только двоих идет медбрат я говорю да я одену на себя эту штуку с рукавами в общем мы зашли втроем и он лежал под капельницу он так поднял голову увидел меня и говорит шамиль ты тоже здесь лежишь 1 и потом мне начал почему-то рассказывать что я открываю глаза и передо мной стоит 9 но врачей ну много в общем ну вот я когда но он так говорил когда начал им рассказывать как меня лечить и один из что-то говорит мы же отвечаем за вашу жизнь и ельцин я вспоминаю 9 это дело врачей вы отвечали сразу осталось двое но такие моменты были но тогда череда болезней было и поэтому так получилось на и на ельцин называет 90 святыми вы разделяете ее определение еще раз ну что это святые годы в каком-то понимании конечно но я вот не читал еще это книгу на иные надо почитать ну конечно тогда когда я внутри всей этой ситуации был вы знаете у меня был такой эпизод когда я на кубке мира в дюссельдорфе сижу и мне звонят из кремля говорят вот поругались борис николаевичем приезжаю регулирую конфликт но там играли через день я вылетаю прилетаю приезжая в сочи на бочарку как улегурирую конфликт не санкционирован даже приехал иду по берегу смотрю борис николаевич сидит и там стражевой катер он сидит смотрит в море но я значит прихожу беру стул вот так он сидит я постел рядом чуть сзади чтобы меня видно не было и сижу но мы просидели без слов так часа два с половиной вот потом борис николаевич поворачивается и говорит ну что эти прислали я говорю да еще минут 40 сидим он тогда поворачивается год ну ладно пошли чего-нибудь выпьем пришли я говорю ну все я могу летать улетел одно слово за ладо регулирую капли часто приходилось решать вопрос на таком уровне ну честно говоря мне легко с борис николаевичем было в плане как и ерину виктор федоровичу тогда министру потому что как-то мы могли разговаривать и прямо и с юмором и находили как-то общий язык поэтому то есть когда он мне предложил работать советником я же дважды отказывался а третий раз он вручил мне указ дома у себя о назначении советником я так держу кассе он назад забирает а я не знаю что сказать я говорю но оригинал должен остаться у меня так и он так говорит выбежите другой у меня остался это оригинал я тогда сказал борис николаевич ну как бы при одном условии можно играть при каком я говорю но доступ к вам имею всегда и он согласился и у меня были несколько таких моментов когда что-то мне надо было сказать прийти к нему я приходил между стыков встреч там мамакин такой офицер сидел я говорю у нас договоренность есть борис николаевич сказал при каких-то ситуациях я могу обратиться он к нему заходит борис николаевич это уже года два-три прошло после вот этого нашего разговора и говорит но но как бы говоришь я пришел и мамакин выходит и говорит валентина его звали он просил зайти в 5 а это было около 12 а у меня кабинет был напротив царь пушки я уже ухожу еду по коридору вдруг он бежит за много нет он просит зайти я захожу и борис николаевич говорит я же забыл я все обещал то есть такой вот человеческое такое понимание вот никогда не было слова да то есть никаких не было он во первых был всегда четок по времени но я могу рассказать таких вещей то есть как-то приезжает он на теннисный корт на косыгина 42 мы договорились 4 играть и естественно я откуда-то еду я приезжаю в смотрю на часы время там без трех минут четыре а он сидит меня ждет я говорю на счастливый словаре борис николаевич вроде я не опоздал ну и потом по и мы идем переоделись идем на корт он говорит а где ты завис то ягну я же не могу бы в кортеже а я-то ехал из города туда сюда потом на этой развалине на своей на жигулях на следующий день прихожу ауди машина служебная будешь карты же такие вещи были то смешные но достаточно приятные был период когда смегалка ездили смегалка я не ездил никогда почему но там номера же были а когда они как-то и не принято поэтому а семьей общались я не веду диченко и машин да так я и сейчас общаюсь дружим и на иные оси на главное болельчество на все то есть на матче приходит поэтому вообще святая женщина опустили играет в теннис или он играет во все по моему но свое время когда мы выиграли кубок дэвиса в 2002 третьем году мы выгорёвых владимир владимирович принимала скафельников спросил почему теннис и подарил ракетку свою ванилович сказал эта игра слишком сложная я могу такую вещь привести что он же как в борцовские виды то есть есть люди которые любят игровые борцовские вот благо он полюбил хоккей но хоккей действительно народная игра хорошая я кстати учебу заканчивала на гави дри хоккея начинал вместе с карлама увале еще мы в одном дворе жили не чемпионаты мира смотрели по пк вену накрывали себя делом и с ним смотрели свое время ну вот поэтому здесь нет же обязаловки кто каким видом занимается хотя часто журналисты ко мне подходили и спрашивали вот был борис николаевич мол теннис развился вот владимир владимирович борцовские виды борьба пошла на что я отвечал особо было бы если президент провел в 6 то есть на все нужно как бы своя предыстория да все это должно лечь на благодатную почву то есть насильственную же ничего не делаете вот считается что с властными мужчинами очень управляются их дочери вот ну известная история что дичанкой имел дочь большая влиянина борис николаевича причем это начинается с трех лет вот когда девочка уже три года она с отцом может делать все что угодно мы просто про ваших сыновей поговорили в первой части программы про дочь расскажите ну и сейчас 9 лет управляется она с вами ну уже другое отношение потому что возраст и ты уже по-другому отлично красиво потом все-таки сейчас более размеренный образ жизни меня чем тогда был тогда же мы наверное приходил в 3 там и всеми уже на работе поэтому все было спрессовано так и проблему сейчас совершенно другие отношения другие флюиды другие любовь наверно как назвали алина не в честь кабаевы и кстати говоря она способная к теннису чувствует мяч то есть обязаловки никакой не было потому что она пошла плавала на пианино игра это отличница в школе гимнастика теннис в общем она выбрала до фигурное катание выбрала теннис сама как братик нет все-таки такая разница в возрасте значит здесь никаких проблем нет ну как часто они видят скажем так сестра вот иногда сейчас пытаюсь чтобы кто-то из них может быть и тренировать начал ее потихоньку она здесь бывает она здесь четыре раза в неделю играет играет под вашим присмотром нет я не касаюсь я могу только курировать направлять тренеров я считаю что неправильно когда родители тренируют своих это ничего хорошего не приведет ваше встреча с гречка ваше знакомство с ельцином это ведь случайности это же абсолютно вы вообще верите в случай что он определяет или вы считаете что независимо от того сыграли бы вы тогда тут с гречкой или с этим мечом познакомились бы с сельцином вы все равно бы стали тем кем вы стали вы знаете тут наверное каждому что-то предупредено если люди удачливые есть неудачливые я думаю что это от типа характера больше зависит как с каким ты родился ваша жизнь у меня происходило все против моей воли то есть хотел играть футбол попал в теннис значит не хотел быть советником стал советником не хотел заканчивать карьеру 25 лет у меня кстати говоря практически назначил старшим тренером и дмитрий прохоров отец прохоров когда он был на начальнику управления международных спортивных связей я ему тоже два раза отказывался на третий раз он говорит я тебе последний раз предлагаю я говорю ну у меня лучшие результаты я с 1 января по 1 августа в 72 году не проиграл ни одного матча и выиграл три турнира сильнейших теннисистов советского союза подряд я говорю я играть хочу он говорит а кто тебе даст на этой фразе я сломался стал старшим тренером значит поступал в мгу закинул забрал документы двойной выпуск хрущевской системы был 10 11 класс забрал документы в последний момент перебросил институт физкультуры но то есть вот если все эти этапы взять все происходило не так как планировал изначально вот как-то жизнь так направлялась что я оказывался до большие людей шамиль торпищев удачливый человек я считаю что если сейчас если взять по теннисным меркам хобби работа то по семи параметрам попадаю книгу рекордов гиннеса что это за семь параметр значит ни один капитан не выигрывал кубок дэвис и куб федерации больше одного раза у меня два женских и четыре мужских шесть по количеству матчей проведенных в кубке дэвиса по количеству побед в кубке дэвиса в матчах это все у меня по суммарному количество проведенных у мужчин и женщин 149 матчей по суммарному количеству побед это сколько я уже назвал по количеству лет капитана и по количеству 43 года старший тренинг по 7 или 8 а неудачи случались у вас поражение всегда есть но на корте бывает но во всяком случае и гораздо меньше пусть у вас будут только одни удачи большое спасибо спасибо